Здравствуйте, дорогие телезрители, и здравствуйте мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодняшняя тема перцы и баклажаны, как они себя чувствуют после пикировки. Вы же понимаете, да, что я-то уже дважды посеялась, и 30 декабря на съемочке мы отсеялись так неплохо, и еще и, по-моему, это было 18, кажется, января, кажется, не помню уже, где-то записано. Посмотрите на эти емкости, которые здесь стоят. Не просто так все это здесь находится. Есть маленькие совсем стаканчики, они 200-граммовые, есть вот эта емкость где-то чуть побольше, чуть побольше литра, но это не 2 литра, это литр, скорее всего, 400. Есть вот такие почти 2-литровые емкости, и в них по-разному распикированы растения. Почему? Ведь не только я вам выношу мозг, да, но еще и вы мне, еще как. Значит, советов надавали просто во, не знаю, куда их девать и как их все попробовать. Одни утверждают, что нужно неоднократно пересаживая сначала из посевного контейнера в такие стаканчики, потом в такие, потом в такие, потом уже в теплицу или в парник. Так вот, я провожу эксперимент. Значит, распикированы все в разные емкости. Есть те, которые, вот это 30 декабря сеяные, у них 4 настоящих листа, 7 доли у них после пикировки отвалились благополучно. Значит, и это тоже они 30 декабря. Это распикированные те, которые были в январе посеяны, 18 января. Вот здесь распикированы перцы, но это перец особенный, это каенский, жгучий перец. И я не просто так распикировала все в одну, вот в один такой большой горшок, потому что и посажены они будут, скорее всего, отдельно под маленький парник, все вместе вот таким шикарным кустом. Если вы обратили внимание, как растут перцы, очень много таких каналов, да, и я все время просматривая, ну, как бы, да, подобные моей программы, я понимаю, что все фермеры, все любители перцев на свете стараются настолько плотно их напихать в теплицу, что они практически растут вот так друг от друга. Ну, я, например, очень давно знаю, что перец выносит совершенно уплотненную посадку. И я уже лет 15 как высаживаю перцы после пикировки в один горшок по два. Вот так они и будут высажены. И ничего с ними плохого не произойдет. У перца, у них, как бы, знаете, растение на конкуренции выживает. И это дает хороший результат. Во-первых, наконец-то вы увидите, что место сэкономлено, и у меня не 58 горшков стоит на окне, а всего-то будет их 20, ну, 25 от силы, где и баклажаны, и перцы. И, скорее всего, и баклажаны тоже окажутся по два в одном горшке. Так и будут высажены. Вот что такое пикировка у перцев и баклажан? Ну, мнения разошлись уже давно. Не наша культура. Мы про нее практически, ну, что-то знаем. И наши овощеводы тоже никак не могут определиться, надо пикировать перцы, не надо пикировать перцы. Может быть, и не надо. В странах, где зимой идет дождь, и это считается зимой, конечно, у них очень много времени для того, чтобы расти, свободно развиваться, корневую систему вверх, семечком в землю. А мы-то, бедные, не знаем, куда деваться. Так я считаю, что после посева в контейнеры, хоть и там такие плошки-чашки, хоть и коробочки от лапши до широк, допускается все это, все нормально. Но их же надо рассадить. Так куда? Сюда? Сюда? Или все-таки сразу сюда? Я делаю всегда вот так, и предпочитаю все-таки отправить их после пикировки. Ну, это не совсем пикировка, скорее всего, перекатка, перевалка, как нужно правильно сказать. По два в один горшок, и это будет до высадки. Больше им корни ранить я не буду. Считается, что перцы очень долго и сильно переживают такую пересадку, долго восстанавливают корневую систему. Раз она не работает, то и верх не работает. Поэтому посмотрим, что все-таки в итоге. Вот этот вариант будет хороший, этот или этот. Я взяла вилку-то не просто так. Помните, когда я показывала сеянцы, это перец, кстати, гагашарного типа Оля. Я взяла и вырвала тот, который там был ниже ростом, дохленький. Вот этот, похоже, тоже надо убрать. Не даст он хорошего рожая. Хотя кто-то из подписчиков написал, а я все рассаживаю, а я нет. Поэтому вот это несчастное существо я просто удалю. Просто нет места для того, чтобы занимать их вот такими растениями недоразвитыми. Теперь надо попробовать выкопать этот сеянец так, чтобы корень был видно. Да, корень замечательный, видите? Вот его корень центральный. Что такое правильная пикировка? А это когда центральный корень снизу нужно оторвать на одну третью. Вот это правильная пикировка. Ну, перец не переносит таких манипуляций. Он страдает, бедняга, не знаю как. Поэтому, ничего не отрывая, я его перекочу, ну, к центру поближе. Ну, раз уж я тут все перекопала, то и второй придется также подкопать поглубже. Сейчас посмотрим, что у него там внизу. Так, у этого вообще ничего не видно, бедняга. Вероятно, я ему... Вот его корешок, вот он, видите? Нет, ничего не оборвала, поэтому я его также в луночку небольшую рядом с этим перчиком. Я надеюсь, что процесс их роста пойдет немножко побыстрее, потому что, ну, день сегодня хороший, луна хорошая, так что, тем более убывающая для корневой системы нормально. Посеянные они в весы скорпион, они не должны болеть от пересадки, страдать, легко принимаются. Ну, полить их, конечно, нужно, разумеется. И денек-другой они постоят на свету, но только рассеянном, то есть не на окне. Для того, чтобы пораненные корни не могут так сильно питать стволики с листьями и испарять при этом еще влагу. Поэтому надо немножко подальше от окна, чтобы процесс затормозился, чтобы корни начали работать. Ну, вот, пожалуй, наверное, и все про перцы и баклажаны. Просто не делайте того, чего не надо. Если у ваших сеянцев, то есть еще не пересаженных, не переваленных, если у них два листа есть, то, пожалуйста, пикируйте на здоровье. Если один листик настоящий, потерпите немножко, иначе вы все испортите. У растения просто, я вам рассказывала, что если у него есть два семидольных листа, значит, есть центральный корень. Как только вышел первый лист, да, вот он появляется, там второй уже видно, первый лист вышел. Есть ответвление от центрального корня одно. Второй лист второе. Третий лист третий. То есть центральная корневая система растения всегда зеркально соответствует его верхней части. И вы об этом должны понимать. Помните, понимать, что есть два настоящих листа, значит, есть два боковых корня. И даже если вы центральный корешок подорвете, никто никуда не пропадет. Ну, на этом пока все. До свидания. Всего вам хорошего. Всегда с вами ваш цитание. Субтитры сделал DimaTorzok